Здравствуйте! Если у вас есть вопросы по электрике, я вам рекомендую и приглашаю в сообщество номер один ВКонтакте, организованное моим другом и коллегой Антоном Тимофеевым. Группа так и называется «Электрик». Ссылочка в описании к этому видео. Здравствуйте! В этом видео продолжение темы по правильному подключению пенпроводника питающей линии в щите учета своего дома или квартиры. Это уже продолжение. Я уже неоднократно снимал на эту тему видеоролики. В предыдущем видео на эту тему я рассказал о неприятной ситуации с человеком по имени Александр, который столкнулся с храмством, с нападением, с угрозами в свой адрес по отношению с энергоснабжающей организацией. Это меня вообще шокировало. Всего лишь, что требовал Александр, это правильно и законно подключить пенпроводник в своем щите учета в доме, который он подключал к электрическим сетям. Получается у нас на данный момент такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, мы с вами как потребители, которые хотят правильного подключения для чего? Для того, чтобы максимально обеспечить электрическую безопасность в своем доме или квартире согласно правил ГОСТов и остальных нормативно-правовых документов. То есть, сделать это законно. С другой стороны, энергоснабжающая организация, которая препятствует нам в этом, которая опасается, что мы можем добраться каким-то образом до этого пенпроводника, отключить его от счетчика электроэнергии и счетчик перестанет считать. И таким образом они борются с воровством электроэнергии, борются с хищениями. Получается, что у нас с вами приоритет это жизнь и здоровье, наша с вами электрическая безопасность. Вы представляете, мы же и о своих детях заботимся, чтобы их электрическим током не ударило, чтобы если произошло замыкание электрического тока на корпус, то чтобы у нас сработали защитно-коммутационные устройства, автоматические выключатели, устройства защитного отключения, диф-автоматы. Мы же всего вот этого желаем, чтобы у нас все работало, когда это необходимо срабатывать. А с другой стороны, энергоснабжающая организация, у которой приоритет это борьба с хищениями, борьба с потерями электроэнергии. Приоритеты получаются у нас разные. Но ведь как-то же надо нам находить общие точки соприкосновения, так сказать. Хотя я вот не знаю даже, у нас законные требования, а у них незаконные. Почему незаконные? Потому что мы свои требования обосновываем пунктами правил, правил устройства электроэнергии, ГОСТами всевозможными. Все это везде описано, как правильный пенпроводник подключать. Тут уже ничего выдумывать-то не надо. Просто инспектор по трехфазному учету, по учету электроэнергии. Приезжай, бери эти правила, смотри на них и сверяй, правильно у тебя подключен, собран щит учета и подключение в нем сделано или неправильно. Ничего даже выдумывать не надо. Однако же, они делают все равно по-своему. То ли из-за украинства, я не знаю из-за чего. То ли они потому что просто привыкли вот так с советских времен делать. Но, ребята, уже давно по-то изменилось. Правила устройства электроэнергии, уже введены системы заземления ТНЦ, ТНЦС. Новые дома, они должны подключаться по системе ТНЦС, где должен быть П-проводник и рабочий нейтральный проводник. Обязательно. Ну и фазный, естественно. Без фазного-то никуда. Поэтому у нас законное требование. У них на чем требования основываются? Только на внутренних нормативных документах, которые к нам никакого отношения не имеют. У них какие-то там внутренние, ну внутри организации, там распоряжения или приказы выдаются в крайнем случае или вообще ничего нет. Так вот, сегодня я хочу предложить схему, которая может быть устроит всех. Извините, вот такое длинное предисловие. Да, ну вроде бы рассказал основные нюансы взаимоотношения и какая ситуация на данный момент. А вот сзади на моей доске два рисунка. Две схемки я изобразил. Линия питания, фазный провод, пен-проводник, значит в одной автоматический выключатель, счетчик электроэнергии, от счетчика идет отходящий автоматический выключатель и далее уже идет у нас в электропроводку, ну в распределительный щиток. Это аналогичная схема, это схема, по которой подключают энергоснабжающие организации и которые их устраивают, эта схема. Это же схема, которая устраивает нас и которая соответствует правилам устройства электростановок, соответствует ГОСТам. Это однофазные счеты учета, но то же самое и в трехфазных счетах учета, то же самое, просто здесь будет не двухполюсный автомат стоять, а четырехполюсный. Ну или трехфазный можно там поставить, но это уже нюансы. Так вот, чего же опасается энергоснабжающая организация? Что потребитель вот эту цепочку оборвет, а вот эту цепочку подключит вот таким вот образом. Фазный провод у нас идет через счетчик и в электропроводку ноль идет вот таким образом. Ноля на счетчике нету, счетчик не работает. Все, вот этого боится энергоснабжающая организация. Ну не боится, она препятствует этому, чтобы этого не произошло. Поэтому и заставляет нас делать эту схемку, когда здесь все пломбироваться, чтобы мы туда не добрались с вами и не начали экономить электроэнергию. В этой схеме, что нам подключать к этой шинке? Контр повторного заземления мы подключим. Перепроводник, который в электропроводку идет, мы тоже подключим. А что толку-то? С пенпроводником, то есть с нейтрарию трансформатора, у нас шинка ПЕ не соединена. Автоматический выключатель при замыкании на корпус, при повреждении, когда фаза попадает на корпус электрооборудования, автомат у нас не сработает по своему принципу действия, потому что ток будет небольшой. Для того, чтобы он сработал, нам надо вот это все дело соединить пенпроводник с ПЕ-шинкой. Поэтому в такой схеме, ну вот сейчас я восстановлю ее, что происходит в такой схеме? А что происходит в такой схеме? Нормальная схема, все работает. Я даже не знаю. Здесь у нас просто шинка ПЕ, шинка заземления, как мы ее привыкли называть. Она соединена с пенпроводником. Здесь у нас все четко. Автоматический выключатель отключится, устройство защитного отключения будет работать. Ну, условно, она вполне может сработать и в этой схеме, но это зависит от сопротивления контура повторного заземления. Но лучше, конечно, такую схему не применять. Да она и не соответствует правилам. Что я предлагаю? Сейчас я схемку нарисую. Изменения очень небольшие. Смотрим. Значит, здесь я убираю. По правилам нам необходимо обеспечить непрерывность пенпроводника. В пенпроводнике, который идет к нам в счет учета, не должно быть автоматов всевозможных, счетчиков тоже не должно быть. Он должен подключаться, по правилам, там сказано, по правилам устройства электростановок на шинку ПЕ. Подключаем. Ну, допустим, у вас идет ввод СИПом. СИП. Самонесущий изодированный провод. Подключаем СИП на шину ПЕ. Естественно, здесь все должно быть четко сделано. Болтовое соединение, надежное, специально предназначенное для этих целей. Вот. И что я предлагаю? Специальным отводом мы делаем вот так. Соединение здесь может быть сделано различными способами. Если это СИП, то это может быть прокалывающий зажим. Если это кабель, то тоже специальный соединительный зажим. Они есть. Потом это все можно даже опломбировать на гостомжающей организации. Что получается? Непрерывность пенопроводника мы обеспечили. Обеспечили. Он цельный. Мы его не рвем, не разрываем, ничего не делаем. А ноль со счетчика потребитель может убрать, чтобы счетчик не считал? Не может. Потому что вводной автомат пломбируется. Здесь, здесь пломбы. И клеммы счетчика, они тоже пломбируются крышкой. Крышка закрывается, пломбируется. Сюда тоже доступа потребителя нет. Получается, что мы обеспечили полностью электробезопасность себе. Все по правилам, законно, по ГОСТам, по ПУА. И энергоснабжающая организация тоже спокойно. Потребитель никаким образом ноль со счетчика не уберет. Это не я такой умный. Это не я, семейка, я его лбу. Эта схема, схема, она есть в ГОСТе. ГОСТ, там указано несколько способов соединения в щите учета. И такая схема там присутствует. То есть, она тоже законна и применима. Берите энергоснабжающую организацию и применяйте. Это будет законно, правильно и по ГОСТу. Единственный вопрос вот к этому соединению. Потому что здесь делается отвод от пенпроводника. И это соединение, естественно, должно быть качественным. Но здесь, знаете, что даже если здесь... Вот давайте представим такой гипотетический вариант. Вдруг соединение ухудшилось. Плохой стал контакт пенпроводника вот с этим отводом. То есть, здесь цепь нарушилась. Что произойдет? Всего лишь навсего у потребителя исчезнет рабочий ноль. То есть, свет гореть не будет, электроприборы работать не будут. Но электробезопасность будет обеспечена все равно. То есть, в крайнем случае, погаснет свет и все. Но в этой схеме главное, чтобы пенпроводник цельно подключался на шину ПЕ, на шинку заземления, и отводом уже делался на автоматический выключатель. Ну, там даже они заставляют энергоснабжающую организацию делать прямо в счетчик. Ну, пускай, ну, заводите его прямо в счетчик. Хотя это тоже не по правилам. По правилам перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат. То есть, тут еще нюанс такой, что пенпроводник не в автомат заводить, а отводом на шину ПЕ делать не так. Обязательно сначала на шинку заземления, а отводом на автоматический выключатель. Вот такой у меня вариант. Я знаю, что мои видео смотрят очень умные электрики, энергетики. Я-то не шучу, я говорю серьезно. Но умнее гораздо меня, умнее меня, я тут даже без всякой скромности говорю, поэтому я от вас, коллеги, жду конструктивной критики, предложений, как вам мой вариант подключения в счете учета. На этом у меня все. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!